Вечером 10 сентября Читу облетела громкая новость. Подозреваемый в убийстве 12-летней Насти Бубуркевич сознался в совершении еще одного особо тяжкого преступления против детства. 17 марта этого года 9-летнюю ученицу школы номер 30 поселка КСК неизвестный мужчина затащил в гаражи и надругался над ребенком. Проверить причастен ли уже арестованный молодой человек к этому преступлению поможет экспертиза. Ольфакторная экспертиза это экспертиза запаховых следов, то есть по следам, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия еще тогда 17 марта. То есть есть эти у нас следы, они изъяты. По ним будет проведена экспертиза, то есть сначала будет для исследования отобраны такие же следы у нашего подозреваемого и по результатам экспертизы будет понятно, насколько там совпадение, ну и в дальнейшем при использовании других доказательств будет предъявлено обвинение. История с нападением на 9-летнюю школьницу стала известна 17 марта 2012 года. Около 8 часов утра этого дня в поселке КСК в районе школы номер 30 мужчина силой завел школьницу за гаражи, где совершил в отношении нее насильственное действие сексуального характера, а затем отобрав золотые серьги скрылся. В Уголовном кодексе Российской Федерации за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица недостигшего 14-летнего возраста предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Грозит ли этот срок подозреваемому, станет известно в ближайшее время. Утром 12 сентября в автопробег путем Путина по трассе Читах-Абаровск отправили журналисты Забайкальской медиагруппы. За четыре дня они планируют посетить 15 населенных пунктов. Передаем привет тем чиновникам, которые на местах. Пусть знают, что мы едем, и пусть знают о том, что мы едем спрашивать именно мнение народа о жизни, а не их. В пробеге примет участие автомобиль «Лада Ларгус», предоставленный партнером мероприятия ООО «Чита-сервис Лада». Связь и доступ в интернет обеспечит компания МТС. ООО «Сигма» предоставит возможность посетителям портала «Запмедиа.ру» в режиме онлайн следить за автопробегом. Совместно с корреспондентами федеральную дорогу проинспектирует специалист управления дорогами Забайкалья. Совместно предложили проехать, мы отвечаем на любые вопросы касаемо автодороги «Амур», показать ремонтные участки, посмотреть текущее состояние автомобильной дороги и сопроводить журналистов. Это и предстоит проверить нашим журналистам. В добрый путь, коллеги! Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль стрелой, Искры сыпались булыжной мостовой. А тихо плетемся, тихо по асфальтовой, Ты да я, поникли оба головой. Но подружка верная, Тру старушка древняя, Стань на русском стороне. Наши годы длинные, Мы, друзья, старинные, Ты верна, как прежде мне. Пять дней второго Забайкальского кинофестиваля подошли к концу. 11 сентября в Краевой филармонии состоялась церемония закрытия всмотра, перед началом которой корреспонденты Забмедиа РУ спросили читинцев, чем им запомнился кинофорум 2012 года. Ну, вы знаете, такие звезды, настоящий звездопад, и они настолько мило общались. Вот я была на открытии, посмотрела, такие милые люди, простые, и все такие симпатичные, поэтому, конечно, очень интересно. И чем вам запомнился второй Забайкальский кинофестиваль? Ну, более обширным количеством артистов, более знаменитый, чем было в прошлый раз, первый. Мне некогда отвечать, я работаю. Ну, он более масштабный, более, как бы, чем первый. Этим и запомнился, то, что... Более как-то праздничное все. По Багуловой дорожке в этот вечер прошли организаторы и гости в кинофестивале. Среди них были прославлены польский режиссер, председатель жюри форума Кшиштоф Зануси, голливудская актриса Анастасия Кинский, датский кинематографист Лона Шерфик, народные артисты России Сергей Шакуров и Аристар Хлеванов, заслуженный артист Владимир Конкин, артистки Ольга Красько и Дарья Поверенова. Под аплодисменты забайкальцев по крыльцу филармонии поднялись делегаты из Китая, Канады и Ирака, а также уроженец Ретинска, летчик-космонавт Владимир Титов. Все пять фестивальных дней в Чите была и актриса Любовь Тихомирова, которая поделилась с корреспондентами запмедиа.ру своими впечатлениями от забайкальского кинофестиваля. Ну, Чита мы никогда здесь не были и не понимали, куда, чего, что за фестиваль. Разные бывают, местечковые, да, знаете, всякие. А уровень международного вроде бы это как бы заявлено, но что это могло быть, никто не знал. Но, вы знаете, очень поразило все, что здесь было. В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 10 фильмов из Европы, Канады, России и Ирака. Еще 50 лет были включены во вне конкурсные показы. За подбор этих картин отвечал программный директор второго забайкальского международного кинофестиваля Марьяна Ибрагимова. Она рассказала запмедиа.ру о том, каким видит лицо Читинского биеннале. Вы знаете, она такая не идеальная, молодая очень, но очень, мне кажется, интеллектуальная, полная сил, была достаточно мудрая, несмотря на свой юный возраст. Есть проблемы, конечно, они есть у всех. Но мы, моя команда, вот наша команда кинофестивалей, насколько я знаю, руководство некоторое, очень довольна тем, как все прошло, тем, что люди обсуждали, реагировали, тем, что были беседы, тем, что люди думали, тем, что... Ко мне вчера женщина подошла после фильма о богах и людях и сказала, девушка, как же мне теперь телевизор смотреть? В этом году в рамках кинофестиваля также прошел конкурс среди забайкальских сценаристов. Лучше из представленных работ определяла наша землячка, режиссер Лидия Боброва. Ваши впечатления от этих сценарных работ? Хорошее впечатление и очень достойные главные призы, очень достойные. Даже я с такой надеждой смотрю на то, что, может быть, это люди, которые пополнят ряды кинематографистов. Итоги кинофестиваля подвел председатель его оргкомитета, главный спонсор форума Виктор Шкулев. Он ответил корреспондентам «Запмедиа.руи» на главный вопрос. Быть ли третьему фестивалю? Ну, конечно, я думаю, что быть. И мы работаем, не покладая рук со вчерашних дней, как только приехали сюда. С одной стороны, мы работаем на то, чтобы этот фестиваль состоялся, но я уже какую-то часть своего времени трачу для того, чтобы состоялся третий фестиваль. Победители кинофестиваля также были определены в этот вечер. Приз «Лучший сценарий» достался канадскому фильму «Знаки смерти». Лучшей актрисой стала шведка Сана Персон, сыгравшая в картине «Звуки шума». Награда «Лучший актер» отправилась в Израиль. Ее обладателем стал Леон Ашкенази, исполнивший главную роль в ленте «Примечания». Главного же трофея звания «Лучший фильм» второго забайкальского международного кинофестиваля удостоилась картины итальянского режиссера Даниэля Лукетти «Наша жизнь». А приз за лучшую режиссуру получили авторы документальной ленты о московских митингах «Зима уходи», Дмитрий Кубасов и Анна Моисеенко. Так случилось, что незадолго до церемонии награждения именно они и стали героями следующего сюжета нашего выпуска. 11 сентября, в последний день второго забайкальского международного кинофестиваля, в кинотеатре «Удакан» был показан единственный российский фильм-конкурсной программы «Зима уходи». Документальная лента, снятая десятью режиссерами-воспитанниками в мастерской Марине Разбежкиной, рассказывает о многотысячных митингах как сторонников, так и противников Владимира Путина. По завершению просмотра картины, двое из ее авторов, Дмитрий Кубасов и Анна Моисеенко, ответили на вопросы зрителей и выслушали их мнение о своей работе. Многие не замечают главного. Дело в том, что проблема стара как мир. И об этом уже давным-давно сказано. Вот о всех событиях, которые сейчас происходили, о них прекрасно описал в своем романе «Бесы» Федор Михайлович Достоевский. Для молодежи, я считаю, это очень полезный фильм. Те люди, которые еще не определились со своей политической точкой зрения, своим политическим мировоззрением, за кого они пойдут голосовать, возможно, через 4-6 лет, то этот фильм очень сильно дает понять, что хорошо, а что плохо. В свою очередь, режиссер Дмитрий Кубасов поделился с Акмедиа.ру впечатлениями от нашего края и его жителей. Для меня вот это первый раз, и я специально остался в зале, потому что сейчас уже много раз смотрел. И я остался в зале смотреть, потому что было интересно, как будет реагировать. И мне кажется, что смотрели очень хорошо, очень внимательнее, внимательнее, чем в Москве. И энергетика такая была особая, такого напряжения. И мне очень понравилась реакция зала. Большинство четинцев, увидевших картину «Зима уходи», сошлись в одном. Такие ленты нужно показывать чаще, поскольку они прививают гражданам чувство свободы, без которого невозможно современное и цивилизованное общество. 12 сентября в выставочном центре «Збайкальский» открылась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Церемония открытия началась с молебна о начале доброго дела, который отслужили епископ Читинский Краснокаменский Евстафий и епископ Братский и Устилимский Максимилиан. В выставке принимают участие монастыри, храмы и православные издательства России, Белоруссии, Украины, Греции, Израиля, Молдовы и Палестины. Православные верующие здесь могут преклониться и помолиться иконам святителя Спиридона и блаженной Матроны Московской. В Читу привезли чудотворные миротачевые иконы Божией Матери, Иверская Донская, образ святой мученицы Татьяны, чудотворные иконы вифлеемских младенцев, святого Николая Угодника, Петра и Февронии и Серафима Саровского. Впервые жители города смогут увидеть крест с камешком с Голгофы, синая камень, слеза Моисея. Все желающие могут заказать требы в монастыри и храмы ближнего и дальнего зарубежья, приобрести иконы, монастырские рукоделия, литературу, экологически чистые продукты, одежду из натуральных тканей. Православная выставка-ярмарка продлится в Чите, до 17 сентября.